В Уссурийске сотрудники ГАИ привлекли к ответственности водителя спецтехники. Мужчина выполнял свои прямые обязанности, счищал снег с тротуара. Но при движении задним ходом он не убедился в безопасности маневра и ударил по голове ковшим школьника, который в этот момент проходил мимо со своим другом. После удара водитель спецтехники никак не оказал первую помощь ребенку, несмотря на то, что ребенок сказал, что у него идет кровь, накричал на них и после этого скрылся с места ДТП. Со слов Елены, мамы пострадавшего, первую помощь мальчику оказала продавец овощного ларька. Позже в присутствии законного представителя полицейские опросили ребенка. Он рассказал, как получил травму головы. Полицейские установили личность водителя спецтехники. Вскоре 34-летнего местного жителя задержали и доставили в отдел полиции. Проверка по базам данных госавтоинспекции показала, что у мужчины нет водительского удостоверения, которое бы давало ему право управлять самоходными машинами. Чтобы уйти от ответственности, мужчина выдвинул версию о том, что ребенок сам поскользнулся и ударился головой о ковш погрузчика. Однако после изучения записи наружных камер видеонаблюдения, полицейские прояснили ситуацию, уличив задержанного во лжи. За совершение этого административного правонарушения в области дорожного движения мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 6 тысяч рублей. Также приморца привлекли к ответственности за то, что он покинул место ДТП. Суд лишил его права управления транспортными средствами на год. Алина Черненко, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.